до 13.04 на полгода просрочено в магазине дикси чумбара лучинска 24 продали детское просроченное питание почти на полгода пойдем дальше посмотрим просрочен посмотрим проснуть просрочено в магазине дикси чумбара лучинска 24 продали детское просрочено в магазине досрочено в магазине дикси чумбара лучинска 24 продали детское просрочено в магазине Вот сколько нашли, вот, было куплено детский процент, а это еще плюс нашли во второго числа, третьего и четвертого. Также здесь все абсолютно просрочено. Участковый сидит в машине, к нему подходит мой Майя Владимир Владимирович. Здравствуйте, когда мы вас лицезреть будем? Вы можете зайти в магазин и пообщаться с людьми, которые вас ждут уже полтора часа или больше? Вы только здесь полчаса сидите. Что? В участковый? По заявлению приехали. Я приехал по сообщению. Ну по сообщению, зайдите в магазин, пожалуйста. Сейчас это когда? Так заходите. Я вас жду. У него папочка идет. Помогла. Угу, если бы не позвал, наверное до сих пор бы там сидел. Вот идут в магазин. Вас ждет три человека. Масочки оденьте, пожалуйста. Масочки оденьте. Ну дальше. Так, ладно, сначала я начну беседу. Масочки оденьте. Ника Оноров Владимир Анатольевич. Ага. Старший участковый, упомощенный полиции до 25-го года. Заявление одно. Заявление второе. Заявление третье. Прочитайте, там все написано. Если вопросы есть, задавайте мне. Вы маски не будете одевать, да? Владимир Анатольевич, давайте мы будем по процедуре. Мы вас вызвали для оформления преступления, с моей точки зрения. Приняли заявление? Ну, вы видите, я дежурю. Я не дежурю. Владимир Анатольевич, издавление принимает дежурная часть. Ставит регистрационный номер. Вам дают... С товаром что вы будете делать? Вы будете проехать? С товаром просроченным что вы будете делать? Изымать, оставлять на ответственное хранение. Участковый, вы должны знать, что нужно делать. На ответственное хранение. Здравствуйте еще раз. Ковый все-таки зашел в магазин, скажем, под моим напором. Приехали даже уже сотрудники ППС. Участковый взял у нас заявление и испарился. Вот мы сейчас опять стоим. Товар у нас перед нами лежит. Заявление он забрал, куда-то ушел. Что дальше делать, непонятно. Нам желательно, чтобы сотрудник полиции, участковый, вел себя адекватно. Чтобы он быстренько оформил. У нас здесь три человека. Одного оформил, отпустил. Второго оформил, отпустил. Третьего оформил, отпустил. Мы здесь и так уже в районе двух часов находимся. Он полчаса сидел в автомобиле. У сотрудников ППС спрашивают, с какой целью они приехали. Они толком пояснить не могут. У нас три заявления. Второе, четыре. Сейчас очень большая претензия к участковому. То, что он не исполняет свои служебные обязанности. Он непонятно, чем занимается. Он удинился с руководителем магазина. И чем-то они там занимаются. У меня есть основания подозревать его. В коррупционной составляющей. С нашей стороны уже все сделано. Мы уже и заявление написали. И товар описали. И красиво его разложили. И отфотографировали. Все уже сделано. Осталось только определиться. Изымает этот товар. Увозит с собой. В частности, детское питание. Он должен изъять этот товар. Мною подана жалоба на вас. Ага. Также мы от вас отказались. Да. Как вы можете отказаться? Молча. Элементар. Значит, верните наши заявления. Мы сейчас передадим их сотрудникам полиции. ППС. Вы услышали? Чтобы вас сказали, что участковый будет отозван. Жалобу не вы будете рассматривать, а высшестоящее руководство. На данный момент заявление наше верните. Мы считаем вас предвзятым. Считаем, что вы крышуете данный магазин. И не можете исполнять надлежащим образом свои обязанности. Верните заявления. Мы сейчас передадим эти заявления. Ваши заявления приняты кем? Кем? Мону. КУС. Что КУС? Сообщите КУС. Тогда верните заявление. Вы отказываетесь? Что? Отказываюсь вернуть вам заявление? Отказываетесь. Хорошо. Какие действия ваши дальше будут? Не мешайте мне, пожалуйста. Я выполняю свою работу. Я вам задаю вопрос. Ну и что вы мне задаете? Какие дальше действия? Мы вас прождали два часа. Потом полчаса еще сверху мы ждали, пока вы в машине насидитесь. Алло. Задронник полиции, вы понимаете, что мы вам не доверяем? Ваше поведение говорит о том, что вы предвзято относитесь. Какое? То, что вы полчаса сидели, то, что вы предъявляете какие-то претензии. Я еще раз говорю, у меня есть распоряжение моего руководства, и я его выполнил. Понимаете? В какой причине вы не оформляли заявление наше? Я оформляю заявление ваше. Я вас спрашиваю, в чем дальше ваши действия заключаются? Мои действия в оформлении документов. Так как у нас... Хорошо. Я задам еще раз вопрос. Хранение, понимаете, мы не можем хранить данную продукцию. Данная продукция будет передана в магазин для хранения. В том числе детское питание, правильно? Детское питание. Мы обязаны изъять. Смотрите, давайте я вам поясню. Нами подано три заявления о совершении преступления. Часть вторая, 238-й статьи. Товар продан, все. Состав преступления завершен. То, что касается по первой части остального товара. Умысел будет устанавливать следствие. У вас и оставлять в магазине на ответственное хранение. У нас нету помещения для хранения скоропортищихся продуктов. Оно испорченное. Его не надо хранить при определенных условиях. Оно... Ну, как не надо? Его не надо. Он просрочен на пять месяцев. Этот товар не имеет ни экономической, ни потребительской ценности. Он должен быть утилизирован. Вы обязаны? Но для фиксации правонарушения оно должно быть изъято. По протоколу осмотра. Я у вас его и изымаю. И у нас. У вас. Ну, вы купили данную продукцию. Ну, она принадлежит вам. Такой должен здесь следственный комитет. Ну, не оставлять ответственность. Следственный комитет уведомлен о данном инциденте. Вы обязаны по 879 передать изъятое детское питание во чем? Ну, в соответствии с материалом оно будет передано. Здесь оно сейчас хранится будет. Понимаете? Мои действия вы вправе обжаловать. Что мы сделали? Мы от вас отказались. Да вы не можете отказаться от меня. Как вы можете отказаться от меня? Ну, есть сотрудники полиции, которые готовы, уже знают, что делать. Ну, все, я понял. В следующий раз вызывайте непосредственно их. Им двоих. Знаете, я как бы вас первый раз вижу и надеюсь, что в последний раз. Ну, не последний раз. Почему вы так думаете? Ну, потому что часто материалы от вас получают. Здравствуйте. Да. Почему вас опять беспокоятся? Вы в прошлый раз тоже приезжали, да? Да. Когда мы вас так же не дождались? Я говорю, не мешайте. Вы занимаетесь провокацией. Что? Ты за речью следи, Орел. Какой Орел? Я говорю, за речью следи. За речью следи насчет провокации. Я говорю, за речью следи. Да, я знаю. Вот он. Я тебе задаю вопросы по существу. Я хочу понять твои действия дальше. Я сказал, не твои, а ваши. Мы с вами не знакомы. Сейчас познакомимся, значит. Познакомимся. Он начинает уже угрожать. Все? Пиши давай молча. Провокацией я занимаюсь. Это ты занимаешься провокацией? Учисковый отдал нам наше заявление. Мы с ним не хотим ни общаться, ни что-либо. Потому что у него свои законы. Он меня объявляет в провокации. Что занимаюсь провокацией. Он с порога себя вел неадекватно. Вместо того, чтобы представиться, начал тут какие-то спектакли устраивать. Ты чего сидел, говорю, полчаса в машине? Можешь ответить, Владимир Анатольевич? А? Так объясни мне. Тебя люди здесь ждут. Просто, знаешь, после вот таких вот слов. Вы оформляете граждану? Вот оно в чем дело. Ага. Понятно, понятно. Нет, не оформляю. Занимайся своим делом. Да. Если взялся оформлять просрочку, оформляй. О, нахал какой. О, нахал. Ты сюда что приехал? И по чьему заявлению? Он приехал крышевым. Вы нарушаете общественный порядок. Общественный порядок, знаешь, что это такое? Конечно. Это крыша? В чем заключается нарушение общественного порядка? В том, что мы выявляем просрочку? Или то, что с тобой на «ты» общаемся? Смейте маску и выявляйте. Это не общественный порядок. Очнись. Знаток гражданского права. Провоцируем мы его. Своими персональными обязанностями займись, Владимир Анатольевич. Оформлением просрочки. По основанию, которым тебя сюда вызвали. Наверное, вызвать надо ответственного дежурного. Вызывай старшего, да. Потому что человек себя ведет неадекватно. Общественный порядок мы нарушаем. Каким образом? Провокации мы устраиваем. Пока что ты устраиваешь провокации. Здравствуйте. Маску беспокоят. С магазина «Дикси». Нам бы, наверное, все-таки придется ответственного дежурного вызвать. Старшего. Потому что участковый очень себя неадекватно ведет. Сначала предвзято. Сейчас вообще не хочет униматься в носочки. Пытается что-то тут, свои делишки прокрыть. Что-то можно как-то решить. Мы от него отказались. Он не отдает ничего нам наше заявление. Что нам делать в данной ситуации? У нас комплектная ситуация. Мы с ним не хотим сотрудничать абсолютно. Сотрудник на месте, да, вот стоит. Выкрашуйте магазин, да, молодой человек. Вам с этого магазина, может, товар с того конца выносят? Нет? Дождитесь, пожалуйста, составления протокола осуществления. Ну, скажите, пригласите. Или я вас могу пригласить? По окончанию. По времени скажите, примерно, сколько это? Ну, я напишу. Не-не, вот у нее маленькая кучка. Это мы отдельно все будем. Я называю один протокол. Ну, два заявления, два разных заявления. Два разных потерпевших. Один протокол. Ежай. Походу здесь будет все очень, все тяжко будет. Тяжко. Удачи. Удачи. Красиво. Захождение. В магазине. Где осуществляется реализация. Товар. Без маски. Ну, это стандартная процедура, ребят. Я ничего... Это не стандартная процедура. Я вам открою секрет. В вашем случае... Вы злоупотребляете своими полномочиями. Здесь уже... Вы пишете магазин. 28.3. Коап. Читал? Читал, конечно. Что там написано? Какие у тебя полномочия? Почитайте постановление правительства, которое от у нас апреля еще прошлого года... Да, да. Только слово постановление не надо. Там написано распоряжение. Ага. Распоряжение. Распоряжение. Есть документы у вас? Нет. Дайте, пожалуйста. Не давай. Не надо. По словам, я не вижу. Мне необходимо удостовериться ваше личное. Для чего? Я засвидетельствую масло Дениса Анатольевича. По словам, я не знаю. Это как? Для чего? Масло Дениса Анатольевича. Что основание? Сделать мне опрос. Я написал мои данные. Всего дохода. Заявление. Я заявитель. Я не обязан вам еще предоставлять. Я не подозреватель. Давайте подозревать другого. Для составления административного протокола. На основании. На основании административного правонарушения. На основании. На основании. На основании. Вопрос. Мне нужно. Не о том, что вам нужно. Мы окончили процедуру по оформлению просрочки. Ради чего мы сюда вас вызвали. Да или нет? Нет. Нет. Давайте закончим. Давайте. Паспорт дайте мне. Не дает он вам паспорт. У нас не паспортный режим. Я свидетельствую его имя, отчество. Это масло Денис Анатольевич. Отлично. Мне надо удостовериться, что это. Ну, съездим домой. Возьмем паспорт. Он вам даст потом паспорт. У вас есть паспорт? С какой целью? Не отвечаю. С какой целью? Владимир Анатольевич, да? Владимир Анатольевич, с какой целью вас интересует паспорт данного гражданина? Чтобы взять у него объяснение. Какие? На какую тему? На тему обнаружения просрочек. Значит, я вам разъясняю, что когда попадет материал на проверку тому органу, либо даже основному лицу, который подведомственен рассматривать данное заявление, мы дадим все необходимые заявления. В том числе я предоставлю видео, аудио, материал и фотоматериал. Нету с собой у него на данный момент. Либо в машине, либо еще где-то. Мы тогда в дежурную часть у вас доставим. На каком основании? Для установления личности. На каком основании? Есть подозрение в чем-то нас, да? В совершении преступления? Какого? В данном случае я у вас сейчас беру... В совершении какого преступления мы подозреваемся чтобы нас доставлять для установления личности? В совершении административного право нарушения. Я спрашиваю, преступления? В преступления нет. У вас нет оснований нас куда либо доставлять для установления личности. Даете мне документы? Основание назовите законное. Я же еще раз повторю. Это незаконное основание, статью, саладисной статье. Пройдемте пожалуйста в дежурную часть, для управления. Вы закончили, еще раз, Паша, вы закончили оформление данного материала? В магазине, да. Что касаемо магазина... Вы только что сказали, что вы не оформили. Значит, давайте решим вот с этим, с этим, что делать. Либо вы его переписываете, либо при нас его уничтожают. Его уничтожают сотрудники магазина. Да, при нас, при нас, чтобы этот на прилавок не было выставлено. Я сейчас работаю по материалу проверки, по факту ваших обращений, заявлений. Ну, правильно? Вы сказали, что закончено уже. Я еще раз повторяю, мне необходимо удостовериться вашей личности. Вы мне даете документы, я опрашиваю вас, в дальнейшем мы закончим с этим. Я же вам сказал, наша личность, Мамаев Владимир Владимирович. Масло, Денис Анатольевич. У меня есть. Предоставьте, пожалуйста, документы. В частности, я с вас, значит, я и вас буду опрашивать. Свой документ я вам предоставлю, не переживайте. Лично я предоставлю. Есть у вас документы? Я Дениса Анатольевича удостоверяю. Я понимаю. Вам паспорт мой показать? Мне не надо, я у вас потом паспорт возьму. Аня, надо вот этот товар утилизировать. Желательно при нас, чтобы этот товар на прилавок не попался. Делаю списание и выношу вам акту списание. Потому что под другом... Смотрите, нам акт не нужен. Просто упаковочку надорвить и все. А, да. Чтобы не было соблазна выставить на прилавок, так же, там, пальчиком ткнуть, да, там, такое. Достаточно. Или все на этом... Денис, с чего? Отдадим без вскрытия всего остального? Ну, давайте так, забирайте. Да. Вы документы не даете, да, мне? Ребята, вводил для установления личности человека и установления протокола. Вам только что сказали личность. Масло, Денис Анатольевич. Мою личность удостоверили? Я удостоверяю личность гражданина Масло, Денис Анатольевич. Владимир Анатольевич, вы превышаете свои должностные полномочия. Вы вправе обжаловать. Но мы сейчас сделаем заявление о совершении вами преступления. Зачем вам моя регистрация? Личность установили? Проживайте где вы. Личность установили? Проживайте где вы. Секрет. Это я заполняю объяснение по факту просроченной протоколии. 51 статья пишите. Которую вы мне не разъяснили. Я сейчас удостоверюсь. Ваши личности, где вы проживаете? 51 статья. Я уже ответил на вопрос. Вы личность мою установили? ФИО? Паспорт похож ли на внешний? Нет? Все остальную информацию я вам не даю. По-моему, четко выражаюсь. Личность установлена. Вы врете. Леста работы вы тоже, да, не сообщаете? 51 статья Конституции вам сказал. Я сейчас покажу вам. Кто-то не имеет. Здравствуйте. Примите заявление о совершении преступления сотрудникам полиции участковым. Разъясняю вам. Мамаев Владимир Владимирович. Слушайте меня. Старший участковый, Никаноров Владимир Анатольевич, превышает свои полномочия. Поводом для доставления в отдел полиции предъявляет то, что нельзя установить личность. Хотя личность уставеренного гражданина. Показал свой паспорт другим сотрудникам полиции, которые рядышком присутствуют. Вот. Ну, я так понимаю, что он все равно хочет нас доставить. Я правильно вас понял? Вы нас будете куда-то доставлять? Общайтесь, общайтесь. Разговаривайте. О чем основать? Вот. Соответственно, этот гражданин превысил свои полномочия должностные. Нет оснований для того, чтобы нас куда-либо доставлять. Наши действия какие дальше? Заявление приняли? Что это такое вы мне даете? То, что вы отказываетесь на основании 51-й. Все верно. Владимир Анатольевич. Я еще раз повторю. Вы отдупляете или нет? Что значит отдупляете? Я вам сказал, что 51-я статья Конституции. Пожалуйста, на основании 51-й отказываетесь отдача, чем плата за ним. Пожалуйста. Что, пожалуйста? Будете расписываться? Я обязан расписываться. Вы расписываться будете? Я обязан расписываться. Я вам произнес. 51-я статья Конституции. Это означает что? Что я ничего нигде подписывать не буду. Я не даю вам сейчас на данный момент объяснения. Дальше наши действия какие? Вы ему лично доверили? Что еще от меня требуется? Сейчас для составления протокола будет. Какого протокола? Административного. Какого? Административного. Ну так предъявите, какого? По статье 20.6.1. В связи с чем? У вас есть повод? Да. Какой? Да. Есть заявление? Есть выявление. Заявление есть? Есть выявление административного правонарушивания. А почему вы предъявляете только ко мне, а к другим покупателям не предъявляете? Сейчас я работаю с вами. То есть у вас предвзятое отношение, правильно? Нет. То есть в связи с тем, что мы выявили просрочку, вы решили на нас оформить какой-то материал. Правильно я вас понимаю? Я же вам еще раз говорю. Вы, если бы не нарушали административное законодательство... Я не нарушаю. Я не нарушаю. Я не нарушаю. Как это вы не нарушаете? Молча, вот так вот. Я не нарушаю ничего. Если ты не знаешь законодательства, твои проблемы. Я понял. Хорошо. Постоянно тебе проблемы. Дальше что? Рапорт. Я свободен или нет? Нет. Я задержан? Вы? Не задержан. Тогда я могу проследовать, куда я желаю необходимым. Владимир Анатольевич, я задержан, да или нет? Если задержан... Я вам только что показывал паспорт. Сколько вам еще раз показывать паспорт? Ну, сейчас другой мероприятие. Я везде. Вопрос достаточно простой. Мне кажется, любой мент его знает, как ответить. Я задержан, да, либо нет? Вы? Нет. Вы сейчас... Все. Всего хорошего. До свидания. Либо я задержан. Озвучите. Вы мне документы даете? Я здесь нахожусь уже более трех часов. Благодаря, в том числе, и вам. Я вас еще раз спрашиваю, я задержан, да или нет? Если нет, я могу проследовать туда, куда я хочу. Правильно? Вы мою личность установили? Установили. Паспорт я вам показал. Мое присутствие на составлении каких-либо документов, это мое личное право, а не обязанность. Вы это понимаете? Документы мне предоставьте, пожалуйста. Я вам уже его показывал. У нас сейчас другое действие. Я вас еще раз спрашиваю, я задержан или нет? Вы сказали нет. Это означает, что я могу проследовать, куда я хочу. Правильно? Я не хочу с вами лишний диалог вести, понимаете? Вы сейчас не выполняете мои законные требования. Какие? Паспорт показать? Да. Нету паспорта. Я вам еще раз повторяю. В отношении вас усматриваются признаки административного... Ну, усматривай, дальше что. Я задержан или нет? Если вы мне сейчас не даете паспорт, я вам еще раз повторяю. Владимир Анатольевич, я вам еще раз разъясняю. Слушайте меня очень внимательно. Давайте. Значит, у вас должны быть полномочия. Раз. У вас их нет. По этой статье проводится административное расследование. Понимаете? Административное расследование проводит то должностное лицо, которое уполномочено составлять протокол. У вас нет оснований составлять ни протокол, ни возносить определение возбуждения административного дела. Потому что должностные лица, которые уполномочены это делать, они утверждены постановлением губернатора Мурманской области 72 ПГ. Понимаете? То, что вы ссылаетесь на распоряжение правительства Российской Федерации, оно не является нормативным правовым документом. И в соответствии с частью первой статьи 28.3, оно вам не дает права составлять эти протоколы. Вы это знаете. Постановление правительства о внесении изменений в 28.3. Что должностные лица входят туда. Покажите. Я вам не могу ничего показывать. У вас есть интернет, на Америке в интернете. Я действую. Сошлитесь на... Раз вы предъявляете законы требования, сошлитесь на нормативный документ. Я сейчас при вас его проверю в интернете. Я вам еще раз говорю. Вы мне паспорт предъявляете. Я вам предъявил паспорт. Я вам еще раз говорю. Я вам паспорт предъявил, личность вы установили. Что от меня еще требуется? Вы хотите устроить процедуру здесь на много-много-много часов? Давайте устроим. Я хочу сейчас составить протокол на месте. Да ваши хотелки меня особо не интересуют. Понимаете? Потому что у меня есть права. У вас незаконные требования. Я вам еще раз объясняю. Кто вы такой, чтобы составлять протокол? Я еще раз подтвердите свои полномочия. Да, да. Даже стоя. Вот смотрите. Вот самое интересное. Протокол по магазину, по административу. Вы говорите, идите в Роспотребнадзор. А здесь вы говорите, что я буду составлять на вас. Я вас еще раз спрошу. Какие ваши полномочия? Эту статью, эту статью по 20.6.1 составляет специальные органы, там, МЧС, вот эти вот, понимаете? Либо утвержденные губернатором Мурманской области. Есть и утверждение и губернатором. Вас там нету. Именно меня? Полиции нету. Во-первых, губернатор не может вас утвердить, потому что вы федеральная структура. Он может в отношении только своих должностных лиц, понимаете? Назовите на федеральном уровне документ, который уполномачивает вас составлять протокол по 20.6.1. Назовите реквизиты, сейчас я его проверю. Я вам даже уведомление... Я вам не верю. Не верю, знаете? Так я хочу посмотреть. Назовите, предъявите ваше законное требование. То есть основанное на норме права. Вы обязаны соснаться на конкретную норму права. Назовите ее. Если вы правы, я вам скажу, да, все, руки вверх, все. Но на данный момент у вас такого права нету. Вы превышаете свои полномочия. Вы столько времени ездите, вы до сих пор не можете знать наизусть реквизиты, на основании которых вы действуете. Наизусть реквизиты, если они есть. Потому что вы общаетесь с гражданами. Вы должны предъявить гражданину... Вот я, допустим, имею право, и любой человек имеет право не знать. Вы не правы обслуживания решения. Я вам еще раз говорю. Причем здесь это... Вы обязаны предъявить законные требования. Это означает, что вы должны назвать нормативный документ, на основании которого вы требуете от меня что-то. Понимаете? Иначе вы не имеете права препятствовать моим правам. Понимаете? Право свободы передвижения. Предоставьте мне ваши документы. Вы не... Основания. Хорошо. Давайте начнем с документов. Какие основания? Согласно закону о полиции. Составление административного протокола. Какого? По 20.6.1. По 20.6.1. По 20.6.1. Вы уполномочены составлять этот протокол? Да. На основании? По единственной вы можете обжаловать. На основании? Что на основании? На основании? На основании постановления правительства РФ. Какого? Я еще раз вам говорю. Что? Это фраза ни о чем. Я вас еще раз спрашиваю. Какое постановление правительства РФ вас уполномочило составлять протокол по 20.6.1? Еще раз спрашиваю. Какое? Я не обязан вам говорить номер. Да вы не знаете его. Не знаете. Владимир Анатольевич, не знаете. Я еще раз вам говорю. Более того, этого нету такого нормативного документа. Вы можете обжаловать мои действия. Чего обжаловать? Какие действия? Вы сейчас отказываетесь мне предъявлять? Что предъявлять? Я у вас законный мальчик. Я не понимаю ваши полномочия. Понимаете? Если бы вы были уполномочены, я бы вам предъявил. На данный момент я не понимаю, кто вы. Я вам еще раз представлю. Давайте начнем с самого начала. Старший участковый Никоноров, моя фамилия. Второй дел полиции. Капитан полиции Никоноров Владимир Анатольевич. Старший участковый уполномоченный полиции. А теперь Владимир Анатольевич. Вот так же, как вы мне показали удостоверение, предъявите мне тот нормативный документ, который уполномочил вас, сотрудников полиции, составлять протокол по этой статье. Потому что согласно статье 28.3, там большой перечень и большой перечень органов, должностных лиц, по какой статье кто составляет. Вас там нету. 28.3, вы читаете до конца. Вас там нету. Давайте. Нету вас там, понимаете? Нету. Готов потратить даже время в качестве ликбеза для вас. Чтобы вы прочитали наконец 28.3. Буквально как она написана. И ссылались не на распоряжение правительства Российской Федерации, а на постановление правительства Российской Федерации. Потому что есть конституционные федеральные законы, где сказано, в каких формах издают нормативные документы правительством Российской Федерации в виде постановлений, а не нормативные документы в виде распоряжений. Также сказано, что по этой статье проводится административное расследование. В руках об инстинктивных правонарушениях предусмотрено статью ДТН, в праве вставлять должные лица органов исполнительного расследования, перечень указанных органов и доносов лиц, утвержден повышенным доносов лиц. Так, дальше где читать? Где-то полиция написана. Полиция? Сейчас я вам найду постановление правительства. Органы исполнительной власти РФ там написано, правильно? Субъекта Российской Федерации там написано. Читайте внимательно. Вы не отличаете РФ от субъекта Российской Федерации? Это очень плохо, печально. Я вам сейчас еще зацитирую. Настоящего хода в праве составлять должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ. Да. Ну вы кто? Вы федеральный служащий. Ну да. Не субъекта Российской Федерации. Да, что еще раз говорю. Это то, о чем вы говорите, что субъекты... Откройте пункт 1.3.1. Откройте. Полномочия Российской Федерации, полномочия субъектов Российской Федерации. Вот эта вот безграмотность на самом деле, она просто поражает. Просто поражает. Пожалуйста, познакомайтесь. Так что, ну вот. Распоряжение правительства Российской Федерации. О чем я вам говорил? 975-р. Распоряжение правительства Российской Федерации. Вот сейчас первое. Распоряжение правительства Российской Федерации. Еще раз вернемся. Постановление покажите мне. Еще раз вернемся. Ну да. В чем проблема? Проблема в том, что это ненормативный документ. Это ненормативно-правовой документ. Я вам еще раз повторю. На законодательном уровне в КОАПе определенная последовательность, определен перечень, который вынес постановление правительства. Владимир Анатольевич, послушайте меня внимательно. Значит, вот есть... Вы рассказываетесь мне предъявить. Послушайте, давайте я вам все-таки... Вы предъявили свои доводы, послушайте мои доводы. Я думаю, это будет очень полезно для вас. Значит, есть такое понятие нормативные правовые документы. Это документы, которые порождают права, обязанности и тому подобное у граждан. А есть документы ненормативные. Они не порождают прав и обязанностей. Вы хотите сказать, что распоряжение правительства это ненормативный документ? Я не хочу сказать. Я вам это прямо говорю. Если вы зайдете на сайт Минюста и посмотрите вот это распоряжение с 975-р... Я могу постановление правительства является нормативно-правовым? Постановление является, а распоряжение не является. В постановлении правительства указано распоряжение на основании чего? Покажите. Есть проблемы. Вы знаете, я на этом деле собаку съем. Вы мне это не покажете ничего такого, что дает право вам составлять протокол с юридической точки зрения. По беспределу, да, вы можете составлять то, что сейчас и делается. Некоторые судьи даже игнорируют эти обстоятельства. Я вам советую прочитать первую часть статьи 28.3. Конституционный федеральный закон о правительстве Российской Федерации. Там четко все расписано. В каких формах принимаются документы нормативные, какие ненормативные. Вот распоряжение, это вот как вот ваш приказ по внутреннему составу, понимаете? Вот то же самое распоряжение. Более того, если вы даже почитаете вот это распоряжение, то вы в пункте 1 не увидите, какие конкретно должностные лица сотрудников полиции. То есть по вашей логике может гаишник составить протокол, ППСник может составить протокол. Простановление губернатора вам нормативное? Да, 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 ну да. В соответствии с этим постановлением у нас предусмотрены обязанности по составлению протокола. Покажите, давайте я зачитаю, потому что я вам говорю прямым текстом, он не может такое постановление издать. У него нет таких полномочий. Вы только что считали, что субъекты... 72 ПГ, да, есть такое. Вы неправильно показываете. Я вам говорю конкретно, 72 ПГ, постановление губернатора Мурманской области, утвержден перечень должностных лиц. Вас там нету. И быть в принципе не может, потому что он не может вам какие-то обязанности вменять. Ну в соответствии с КОАПом может получиться? Не может. Вы только что прочитали. Вам еще раз... Не может. Я же вам еще раз объясняю. Читайте статьи КОАПа с первых самых статей. Читайте. Полномочия Российской Федерации, полномочия субъекта Российской Федерации. Давайте мы сейчас на завтра в отдел полиции. Давайте. Давайте. Вот первое разумное решение. Вы думаете, вы меня напугаете вот этими масками? Я вас не пугаю. А что вы делаете? Что вы делаете? В соответствии с законодательством вы должны руководствоваться этим законодательством. А вы даже не можете сослаться на норму права, дающей вам право составлять протокол. Вы сослались на распоряжение правительства Российской Федерации. В пункте 1 там не сказано, какие конкретно должностные лица. Это первый момент. А во-вторых, это не нормативный правовой документ. Возьму, хорошо. Будет выделен материал проверки в отношении вас и вашего товарища. Проверяйте. Это ваше право. Сейчас я возьму у вас обязательство о явке, что по первому требованию вы обязаны явиться в отдел полиции для дачи объяснений и составления. Да, да, да. Что писать? В чем говори, если они будут приклены судейскими решениями... Вы понять не можете, что судейские решения у нас сейчас основаны немножечко не на законодательстве. Это давно уже не судейские решения. Это решения каких-то непонятных лиц, которые просто игнорируют законодательство. Хотя, я вам открою секрет, все мои протоколы, которые составляют сотрудники полиции, возвращаются. Зайдите на сайт Октябрьского районного суда и посмотрите, что там происходит. Большая колонка. Вернуть, 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 вернуть. Основание составлено неуполномоченным, 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 неуполномоченным. Именно что составлено неуполномоченным. Ну, там так формулировка. Естественно, там судья ищет повод отказать, там, запятую вы там не так поставили, там еще что-то. Любой повод, чтобы вернуть, потому что со мной не связывается. Знаете почему? Потому что они умудряются выносить определение, не пускать меня в суд. Я прихожу в суд, естественно, без маски. То есть у меня есть конституционное право на судебную защиту. Меня в суд не пускают. Вы понимаете, что бардак? Это все незаконно. Я надеюсь, со временем вы все это поймете. Но просто когда вы все это поймете, уже будет поздно. Вы уже столько накосячите. Вы не понимаете, что это делается, в частности, для безопасности. Какой безопасности? Вы сами-то, вам не смешно носить на мордик вот этот вот ради какой-то безопасности? Вы не имеете даже в медицине. Я понимаю. Так если вы понимаете, тогда не надо участвовать в этой клоунаде. Почему клоунаде? Да потому что это клоунада. Знаете, когда закончится маска еще введена? Когда вы их снимете. Все просто перестанут их носить. Все придут в магазин без маски. Все придут на заправку. Это действует не только в нашей стране. Да причем здесь, мы же, я живу в своей стране, мне все равно, что там действует. Даже в Питере такого нет. Я вам открою секрет на самом деле. Вот мне многие пишут, говорят, что у вас что там в Мурманске с ума все посходили. Говорят, в Питере такого нет. Да нигде такого нет. Там вот кто на юга ездил. Говорят, да вообще такого нет, чтобы кто-то там прессовал по этим маскам. Это я у нас, понимаешь, так, Чибис ерундой занимается. Я прямым текстом говорю. Потому что он не подписал ни одной юридической бумажки, говорящей о том, что у нас есть режим повышенной готовности. Не подписал. Во-первых, во-первых, нам сказано продлить режим повышенной готовности. Понимаете? У нас юридически, юридически не существует режима повышенной готовности на территории Мурманской области. Потому что постановлением 47ПГ он его ввел, а потом через два дня он его отменил. Нету, все. Он снял с себя любую ответственность. А в постановлении правительства Мурманской области, 175ПП, сказано, продлить режим повышенной готовности. Как можно продлить то, чего нету? Вы понимаете этот маразм? Как можно продлить метрополитен в городе Мурманске, если нет у нас метрополитена? У нас в документах написано одно, а пропаганда идет другая. Абсолютно другая. И вот когда вы начнете уже знать законы, изучать их и выполнять, все у нас изменится в стране. Понимаете? Все изменится. Вот для начала разберитесь, есть ли у вас полномочия составлять протокол. Есть или нету. А это значит, посмотрите вот это распоряжение. Распоряжение 975-Р. Посмотрите его. Зайдите на сайт Миньюста, где он зарегистрирован. Там прямо сказано, прямо сказано, ненормативный. Прочитайте федеральный конституционный закон о правительстве Российской Федерации. Там тоже сказано, в каких формах издаются нормативные документы, а в каких ненормативные. Там все четко расписано. Вы понимаете? Это должен знать каждый. И судья должен это знать. А я вам открою секрет. Знаете, как они рассматривают мои дела? Значит, на суды меня не пускают, просто не пускают. А областной суд все мои доводы не видит, не отвечает никак. Понимаете? Вот все, что я говорю, я это все пишу на бумаге, все. Читаю определение областного суда. Ни слова, ни запятой, ни сказано про это, как будто этого не было с моей стороны произнесено. Вы понимаете, что кто там сидит? Преступники там сидят. Чего обжаловать? Они не говорят, что я не прав, что я прав. Они их не отвечают, их не видят. Нету, я не пишу этого как будто. Это кто? Судьи? Это не судьи. Это преступники. Я список этих судей у себя на странице выкладываю. И их решения выкладываю. Чтобы потом, когда будут изменения у нас в стране, к ним пришли, постучались к ним в дверь. Придет еще время. Все они ответят за это дело. За все свои решения. В том числе судебные. Дамы и господа, мы к вам еще придем. Будет еще просрочка, будет еще то же самое. Анна, вы услышали меня? Да. Я к вам уже третий раз прихожу. Первый раз помните, как я к вам пришел? Вежливо все было. Помните? А второй как раз было. Чуть-чуть пожестче, правильно? А сейчас жестче. Четвертый раз будет еще жестче. Вы если смотрите мои видео, посмотрите по лобово 40. Посмотрите другие. Посмотрели, да? Это цветочки, я вам еще раз говорю. Вот вы сейчас сходите туда, вы там просрочки не найдете. Я надеюсь, что и у вас просрочки здесь не найдем больше. Все понятно. Прежде чем я зашел, так вывезу. Покинул магазин. Нет. Нет. Убался раз. Нет. Обслужив, я выйду. Нет. А приезжай теперь к повеске там вывезку, что закрыт магазин. А я с другой поделюсь. Что другие сюда не заходили. Выходи из магазина, я сказала. Не выигаду. Мы не предупредили, что магазин закрыт. Нет. Нет. Редактор субтитров А.Семкин